Друзья, приехали на локацию Жукова 41 И смотрите, как все быстро решилось У нас же была основная проблема и наша задача Чтобы пешеходный поток не пересекался с автомобильным Его решили, они вырыли вот такую ямку Поставили бордюры, где видимо далее будут какие-то зеленые насаждения Сюда я не вижу смысла нам больше приезжать Наша цель была, чтобы пешеходы не подвергались опасности Все, они не подвергаются, а мы поехали дальше Все нарушают У них нет таких правил, как у вас Вы все квалифицированные водители Соответственно, вы лучше знаете правила, чем они И вы знаете, что на пешеходной дорожке парковаться нельзя Не смотрите на дурной пример, лучше просто покиньте пешеходную дорожку И вам спасибо за понимание Я вас умоляю, я остановился на 2 минуты А какая разница, пешеходная дорожка, сюда заезжать даже нельзя Я что, вам мешаю? Конечно мешает Автомобиль на тротуаре, конечно мешает Я специально вышел, чтобы уехать Заезжать не надо Заезжать не надо Когда я приехал, не было здесь места вообще Вот знак есть Я успел Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Да Смотри, перекладывает стрелочек А видео? Представьте, как у нас, смотрите Раньше, вот основываясь даже на хейтерах наших Мы клеили наклейку Вы не имеете права вызывать ГИБДД, пускай штраф И даже сами водители говорят Вот, я готов штраф, я готов штраф Смотрите, мы сейчас уже где-то на 50% от стикеров отказались Что мы делаем? Это фиксируем автомобиль в помощник Москвы Чтобы им приходили штрафы По закону, как многие из них хотели, из вас хотели И сейчас, когда мы перешли на эту методику Выписывания штрафов Что нам говорят? Стукачи А как вам не стыдно? А это не пешеходная дорожка При этом прячут номер Вы понимаете, да, логику? Люди не готовы отвечать за свои поступки Но на самом деле здесь элементарно Нарушил, ну хоть признай и все Пускай выпишет постановление Как нам не стыдно? Вот он купил автомобиль за несколько миллионов Припрыгал на пешеходной дорожке А нам должно быть стыдно Увольте Лучше вы боролись с чиновниками, боритесь А мы же не знаем, может вы чиновники Вот, мы чиновники Он говорит, боритесь с чиновниками Вот мне кажется, он чиновник Он похож, он такой скользкий, изворотливый Любит стрелки метать Точно, ты чиновник, и мы с тобой боремся Слопавитные какие-то люди все Ужас, прям вернулся, высказал С тишином, бедный после смены, видимо очень крепко спит Заказ надо сделать Проснулся Вот, на Витю посмотрел Здравствуйте, мы понимаем, что вы, наверное, очень устали Но вы, к сожалению, не припарковались на тротуаре Вы не могли бы перепарковаться, вы заехали под знак Здесь нет парковки Хорошо? Спасибо большое Вы нас не бойтесь, а то вы проснулись Что вы сейчас? Не бойтесь в следующий раз, да, прокат? Все, спасибо Очень устали, да, наверное, смена долгая была, да? Нет, просто я А, просто закемарили А то я просто понимаю, когда вы там по 20 часов в сутки бывает ездите Ладно, все Если что, на противоположной стороне места Либо во дворе Но здесь, когда будете уезжать Здесь знак пешеходной дорожки Ни в коем случае, хорошо? Все, спасибо Замечательный пропуск в Откинской больнице Смотрим, заходим Наталья Валерьевна, огромная просьба Вот я зашел сейчас на сайт И вижу, что о вас здесь есть один отзыв, но он хороший Пишет, что вы шикарный доктор И люди вас очень рекомендуют Будьте до конца идеальным доктором Спасайте не только жизни, но и пешеходов на тротуаре Хорошо, в следующий раз Не паркуйте, пожалуйста, свое транспортное средство На пешеходной дорожке И мы будем вам очень благодарны И тоже напишем позитивные, одобрительные отзывы Спасибо Добрый вечер Он, видимо, не понял Нет, не наша Мало того, что встал, как и вы, на все на пешеходной дорожке под знаком Так еще и просто оставил ее, перекрыв другие автомобили А чтобы не уехали Пока ДПС не приедет Да Думаю Думаю Представляете, что нарушители злятся на самих же нарушителей Вот здесь два автомобиля, которые стояли Настолько были возмущены, что с пены у рта наклеили на вот этот вот автомобиль Который просто так же наплевал на вас, дорогие пешеходы Я в шоке Я правда не знаю, что делать Люди мало того, что злые Так еще и злятся на таких же нарушителей, как тот самый, который стоял вот именно здесь Ладно, мы пойдем дальше гулять, пить кофе Здравствуйте, а можно у вас попросить убрать автомобиль с тротуара? А я здесь лежаю все А здесь нельзя парковаться вообще? На будущее? Никогда? Здесь знаки соответствующие стоят? Ни в коем случае Спасибо Привет Привет Здравствуйте А вы, пацанок, заехали? Сюда нельзя заезжать? Только пешочком Здравствуйте, а вы не могли бы, пожалуйста, покинуть тротуар? Здесь нет парковки Ни в коем случае Вы знак проехали Шкодная дорожка Я проехать-то проют Не, не проехать, убрать вообще автомобиль просто Я понимаю, но вы сейчас снимаете меня? Да, а вы сейчас стоите здесь? Я сейчас ridge Я говорю, сейчас человек зайдет, видите, дети у нас нет Вы у меня разрешение спросили? А почему вы не был хозяин? А вы что, хозяин и у нас общественного места? Общественное место Так Общественное Общественное Это для всех И для меня И для вас Почему вы все такие правильные? Только тогда, когда, например, на вас наводят камеру, или там с вас что-то требуют, спрашивают. А когда к вам подходит вежливо молодой человек... Попробуем разговор. Он не изменится ни в тональности, ни в смысловом качестве. Смотрите, сейчас смысловая нагрузка в том, что вам... Не изменится. Я уберу машину в любом случае. Убирайте. А тогда как почему? Это дешевый ход, понимаете. Дешевый ход, оправдаться. 29. Вам вот делать нечего с этой камерой. А если бы мне было 35, уже есть что делать. Почему вы про возраст спросили? Потому что 15, я бы сказал, или 45. Объясните, в чем вопрос-посыл был возраста. В чем посыл был ваш вопрос про возраст. В чем посыл. Займитесь уже на ты. Значит, смотрите, раз мы приходим на ты, пожалуйста. Уезжай отсюда, мужик, пожалуйста. Уезжай, займемся. Как только мы заработаем денег, купим машину, вы вашу логику поняли. Я просто не понял вопрос про возраст. Если бы я сказал 45, то все, иди все. Так идеи или идите. Может вы начали со мной на ты? Так вы или ты? Я не понял, что с зубами. Сейчас сломаются от злости. Хочу, ты так же сделаешь. Так же сделаешь. И что? Давай отвози детей. Приезжай с этим огромным пусом, носом. Давай. Давай. Покажем, что возраст все-таки сдает позиции. Давай. Без детей я приеду. Без детей? А потом в заявление поедешь писать? Потом в заявление поедешь писать? На полный ход. Да ты засадишь себя. Да. Детьми прикрывается. Балабок. Детьми засажут. Все, давай. Купи машину нормальную. Потом будем... 282 статья вам кодекса. Нет, пацифизм. Пацифизм. Да. Вы... 283 статья... ...канодательство, а потом уже разговаривали. Да вы такой выучили эту статью. Потому что вы нарываетесь на драку, говорите, я сейчас с вами. Человек с высшим образованием. Выйду, зубы сжимаем. Я не выйду, потому что вы... Высшее образование вам ничего не дает. Высшее образование вам ничего не дает. Видно, что у вас лицо не обезображено интеллектом. Абсолютно. И высшее образование здесь не порозит. До свидания. Пожалуйста, покидайте тротуар. В общем, это один из самых коротких рейдов моей в нашей вот жизни. Потому что вот мы приехали по просьбам трудящихся в тот момент, когда здесь на стадионе ЦСКА проходит матч. Дерби там. Я в этом не особо уже шарю не слежу. Ну что вы думаете? Вот один автомобиль на тротуаре. Его сейчас зафиксировали в приложении «Помощник Москвы». Там все пусто, перекати поле. Ну и, соответственно, у первого дома, откуда мы, собственно говоря, и пришли, тоже все пусто. Поэтому всем тем, кто захочет сказать, приходите во время матча, я не знаю там, в какие года лохматые вы здесь были и видели автомобиль на тротуаре, но сейчас уже который раз и который год подряд мы приходим сюда во время матча, и ничего не происходит. Наоборот, даже автомобилей нет. Как будто вот как раз-таки водители видят всех сотрудников полиции, которые курсируют здесь, вот, ну, поддерживают общественный порядок и не заезжают. Так что миф разрушен. ОДЭПС. ОДЭПС. ОДЭПС.